С добрым утром. Время 6.54 утра. Я проснулась где-то полчаса назад, лежала в кровати и решила встать. Решила встать, и у меня сразу, знаете, я хочу кофе выпить, хочу умыться, зубы почистить. Но я решила, поскольку у нас сейчас время заняться собой, заняться своим внутренним миром, внешним видом, просто как бы посвятить время себе, я решила, что я начну лучше с медитации. У нас погода хорошая, посижу на балконе и помедитирую. Я уже не медитировала не знаю сколько, и я думаю, нужно начать, так что я заметила, медитация всегда проходит лучше, когда ты ещё сонный, только просыпаешься. Так что я продержала себя в селах, не выпила ни кофе, не умылась, поэтому я до сих пор сонная. Так что сейчас пойду медитировать. У меня там пыш какой-то вылезает или что это? Так, вообще мне нужно проверить, у меня до сих пор есть этот апп-приложение по медитации. А, да, есть. Всё, сейчас включаем, берём одеяло, идём медитировать. Медитации закончились, я прям прослезилась. Какая эмоциональная женщина стала, знаете, мне там говорят про то, что как grateful ты, что ты просыпаешься, да. Ну, про благодарность жизни и всякие дела такие. Я прям полузасып и, знаешь, рыдаю на медитации. Но мы провели 5-минутную медитацию с нашим видом на лес. Будут очень солнечные выходные, меня это, конечно, радует. Очень радует. Всё, я пойду умываться, чистить зубы и будем с вами пить кофе, наконец-таки. Умылись, зубы почистили. Теперь время кофе. Будем с вами просыпаться. Я тут начала пить яблочный уксус. Яблочный уксус утром, потому что я начиталась там всего подряд. И говорят... Ну, я вам дам знать, если это на самом деле... Я вижу какие-то результаты или нет. Ну, говорят, яблочный уксус... Яблочный уксус обладает внушительным набором полезных свойств. Он улучшает работу у ЖКТ, уменьшает аппетит и тягу к сладкому. Уксус богат витаминами, антиоксид, а, ба, ба, благодаря которым оказывается благопоядное... Я читать вообще не умею. Особенно без кофе читать не умею. Благоприятное влияние на состояние кожи. Одна из самых преданных поклонниц. Виктория Бекхам. Чтобы начать день правильно, добавляйте в стакан воды столовую ложку уксуса. И выпейте перед завтраком. Поскольку этот уксус безумно противный, многие люди наливают чайную ложку с водой, с медом, лимоном. Короче, делают все, что возможно, чтобы его было возможнее пить. Я наливаю столовую ложку. Разбавляю ее вот так вот чутка с водой. И у меня и замороженная манго. Я беру кусок замороженного манго и закусываю вот этот шот, как будто, я не знаю, пьешь водку с соленым курицом. Потому что иначе это невозможно. И я не тот человек, который просто хочет попивать тихонечко с медиком. Нет, мне нужно сразу, быстро и все, забыл. Так что на здоровье. Яблочный уксус утром. Все. Все сняло. Замороженная манго. Если кто хочет пить этот яблочный уксус, я вам не доктор, мне никакие советы не даю. Я просто, знаете, прочитала. Дай-ка попробую. Но мне зато это так бодрит. Сразу такое. Ух. Это единственный способ для меня, когда возможно его вот так пить. Просто как шот и закусочка. Главное, что такое сладенькое. Выпили. Можно начинать наш день. Кофеварка у нас разогрелась. Можно пить кофе. У нас вот эти, как всегда, эти, как всегда, боди. К сожалению, пока еще никакой супер-пупер кофеварки у меня нету. Так что пьем вот такое, но тоже сойдет. Даже от левого кофе есть вот такой прям замечательный кофейный аромат. Так, я пойду сейчас, сяду, отвечу на некоторые имейлы по работе. Минут 15 поработаю, выпью кофе. И можно наслаждаться нашей субботой. Поработала чуть-чуть и решила сделать легкий макияж и себе прическу. Вы меня всегда спрашиваете. Я просто делаю обычные локоны на завивалку, на плойку. У меня есть, кстати, видео, как я их делаю. Но иногда, когда я хочу чуть объема, я просто верхние кудряшки закалываю. И пусть они там сидят, охлаждаются. Макияж я такой... Он выглядит... Вот у меня все время на камере выглядит, как будто плотный макияж. На самом деле, я даже тональный крем не клала. Это просто moisturizer, крем. Увлажняющий крем с оттенком. Увлажняющий крем с оттенком. Чуть-чуть бронзер. Румяна. Просто чуть брови и ресницы накрасила. А, ну и губы просто карандашом. Очень быстрые, очень легкие. Но такое ощущение, что я прям накрасилась. Сейчас буду... Я вот так подумала, вы мне задали кучу вопросов в инстаграм. Я не знаю, почему мне так нравится на этой лестнице сидеть. Солнышко выходит. Вы мне задали много вопросов в инстаграм, поэтому я думаю, вот, я сегодня в настроении. У меня поднимаю себе настроение, медитация, уход за собой. Я вчера такой скинкер себе сделала. Сниму-ка, я отвечу на ваши вопросы. А потом у меня... Сейчас время 9 утра. Да, время 9. Сниму видео. И в 12 у меня ланч со знакомой, женщиной. Ну, хочется сказать, с подругой. Но ей уже за 60 лет. 62, наверное, где-то. Она... Я с ней раньше работала на моей старой работе. Я по ней соскучилась. И ей написала, давай встретимся. Хочу знать, как у тебя дела. Так что мне минут 40 ехать до того места, где мы обедаем. Так что я думаю, где-то к 11 я буду выезжать. И пойдем с ней пообедаем. Так что сейчас я оденусь, сниму видео. Видите, какой плюс вставать рано? Всего 9 утра я уже помедитировала, поработала, накрасилась, прическу сделала. У меня уже столько... Столько дел переделала, а время всего 9. Еще ведь день переди. Так что вставайте рано, ребят. Вставайте рано. Проверка. Проверяем освещение. Проверяем наш бэкграунд. Какой мой весенний бэкграунд, весенний лук. Так, сейчас посмотрю, как это все выглядит. И начнем съемку. Надеюсь, все нормально выглядит. Потому что с этим светом мне не видно абсолютно ничего. Видео мы засняли. И у меня еще есть час до того, как мне нужно выходить из дома. Так что я думаю, я сейчас бегаю в наш гараж. Возьму все свои летние вещи и поменяю их на зимние. Потому что я всегда держу там летние или зимние вещи в гараже. И потом каждый сезон меняю. Так что все эти шубы, всякие зимние пуховики я нафиг уберу. Уберу. И вытаскиваю все свои шорты, купальники и всю мою веселую летнюю одежду. Так что сходим сейчас в гараж. Там, наверное, такой кошмар. Я вам покажу, конечно, но мне стыдно. У меня дома чисто, но гараж у нас не организован. Там куча каких-то непонятных вещей. Так что сейчас сходим быстренько в гараж. Солнышко, день чудесный. О, кто-то тоже вычищает. Смотрим. О, боже мой. У нас тут все подряд рождественские украшения. Я вообще не знаю. Весь этот бардак для кемпинга, для всего подряд. Но возьмем наш чемодан. Там у нас все вещи. А так гараж, конечно, нужно прочистить от этого. Все наши елки. Боже мой. Чего тут только нету. Ситуация веселая. Зимние вещи убираем. Летние достаем. Единственное, мне нужно вообще понять, что мне нужно из зимних вещей, что мне нужно. Потому что я обычно все это складываю в чемодан. Это ничего не влезает. В итоге я никогда это не ношу. Так что нужно раздать, отдать то, что я не ношу вообще в идеале. Прочистить свой гардероб. Например, вот это мы не носим. Вот это мы не носим. Это можно отдать. Вход тут вкладываем. Это мы не носим. Это мы обязательно оставляем. Моё любимое пальто. Я все-таки оставлю пару кожаных курток всяких, знаете, в шкафу. Потому что еще все-таки будет прохладно. Это сегодня так тепло. Но такие большие, грандиозные вещи я отложу. Свитера тоже убираем. Боже мой, сколько у меня вещей. Вот кому это все нужно? Я не понимаю, зачем половину. Я все равно не ношу. Отдать жалко, но надо. Так, это мы носим. Нанесем, это мы носим. Теплый свитер. Убираем. Так, ну короче, я сейчас все поубираю. Мозду вам дышать. Нужно окно открыть. Сейчас я все уберу. И уже будет время, можно будет ехать. Продуктивность. 10-10 всего лишь. А мы уже столько с вами наделали. Сразу настроение поднимается, когда ты такой продуктивный. Правильно? Ну что, засели в машину. С вами сейчас поедем на обед в Сейлом. До него ехать минут 40, наверное. Так что мы решили посерединке встретиться. Она живет в Карвалисе, где я раньше жила. Я тут живу. Так что мы решили встретиться посередине. Пойдем. Делаем бранч или обед. Я еще не ела, потому что я знаю, в ресторанах в Америке порция огромная. Я хочу на голодный желудок. На голодный желудок. Так что, может, прогуляемся по Сейлому. Сейлом вообще это столица Орегона. Он такой довольно маленький город, но он столица. Так что покажу вам, если будет возможность. Поехали. У меня столько энергии вообще, столько энергии. Я не знаю, откуда у меня взялась. Я думаю, вообще медитация мне прям помогла начать вот так день. Что я проснулась такая не в настроении, ленивая, а прям сейчас, знаете, бодрая женщина, продуктивная. Так что поедем. Доехали. Как всегда, мы с вами припарковались во внутреннем паркинге, чтобы машина безопасна. Но тут в Сейломе, потому что маленький город, даже внутренний паркинг бесплатный. Так что приятно. Приятно. Сейчас пойдем искать нашу кафешку. Может, прогуляемся. Погода просто супер. Гаражи пустые. Слава богу, обожаю, когда паркинг пустой и бесплатный. Нет ничего лучше. Красота. Сегодня светит солнышко. Я в юбке в джинсовой. Как это приятно, когда можно одеться по-летнему. Одеться по-летнему. Это такой даунтаун. Сейчас посмотрим, если тут есть что-то вам более интересное показать. Такой довольно-таки старинный даунтаун. Спокойный, тихий американский город. Много ресторанов, кафешек, тату-студии. Особо больше ничего интересного. Если я что-то интересное найду, то я вам обязательно покажу. Это не Портланд, к сожалению. К счастью, тут все не заколочено. И пока бомжей не вижу, кстати, что очень меня удивляет. Приятно. Так красиво. Так, мы нагулялись. Мы вообще с женщиной, с моей работой прогуляли, я не знаю, часов три, наверное. Было очень классно. Она такая радостная. Ей через год уже до пенсии выходить. Так что у меня счастье, полные штаны. И я решила забежать по пути, сделать себе маникюр в новый салон. Кстати, салон очень классный. И в первый раз мне сделали в Америке более-менее маникюр. Вот такой красивенький. Зашла я туда в салон, там такие дизайн. Сейчас вставлю видео. Все очень красиво, аккуратно. И водичку, и кофе, и сок дали. И нормальный маникюр сделали. Мои, кстати, ногти. Если вам интересно, это мои ногти и шелак сверху. Так что такой у нас день. Уже время 6 часов. Прогуляли целый день. Так что сейчас пойдем домой отдыхать. Пришли мы домой. Дома жарища. Так что я сейчас пойду на балкон. Поваляюсь на балконе. Еще солнце светит. Так что, может, чуть позагораю. И решила раз на суббота. Можно себе позволить небольшой коктейльчик. Поэтому я себе сейчас сделаю коктейль. И пойду слушать какой-нибудь подкаст. YouTube-видео на балконе с коктейлем. Извиняюсь за свою раздетость. У нас жарища такая, что мне приходится. Так. Чем больше льда, тем лучше. Так, полностью канцельдом. В наш миксер наливаем одну стопку текилы. Одну стопку грейпфрутового сока. Конечно, лучше свежевыжатый грейпфрутовый сок. Но у меня только такой. Это очень вкусный коктейль. Именно летом, когда жарко. Он такой освежащий. И либо половину лайма, либо целый. Я буду делать целый, поскольку у меня такой очень маленький. Можно лайм, можно лимон. Это практически, знаете, как маргарита. Как грейпфрутовая маргарита коктейль. Только я рецепт сама выдумывала, придумывала. Это не какой-то официальный рецепт, но... И любимая часть. Литара. Открываем. Смотрите, какая красота. Не знаю, у вас продается такая сода или нет. Называется скорт. Она грейпфрутовая. Ну, любую соду чуть-чуть. Я люблю именно, чтобы такой был он с пузырьками. И я так чуть... Доливаю содой. Кусочек лайма. И наш... Грейпфрутовая маргарита готова. Очень вкусно. Очень вкусно. Освежающе. Так что... Один коктейльчик в субботу можно себе позволить. Пойду посижу на балкончике, посмотрю YouTube-видео. У меня уже весь макияж снулся. Я, кстати, предустала за этот весь день. Такой был активный день. Я обожаю активные субботы. Мы так хорошо погуляли. У меня мои Apple-часы говорят мне, молодец. Прошлись, правда, везде. Я вам не показала, конечно, потому что мы застряли в разговорах. У меня не было... Не было времени снимать, потому что мы разговаривали все это время. Там столько было палаток. Downtown был чистый. Но потом мы пошли к реке, в парк. И там, ну, палаток 200 было. Я такого кошмара вообще не видела. Это так грустно, так страшно. Все попрошайничают какие-то деньги. Вообще непонятно, что происходит. Так что такое вот. Ну и я очень рада своему маникюру. Я уже вам сто раз показывала. Вы просто не представляете, насколько сложно найти в Америке нормальный маникюр. Я делаю маникюр миллион раз. Каждый раз хочу, чтобы они мне почистили вот эти cuticles. Я не знаю, как по-русски называется. Но вот эти вся кожицы, да, вокруг ногтя. Они ничего не срезают, ничего не чистят. Они просто какую-то фигню на тебя налепят. И непонятно, что получается. Поэтому я всегда делаю какой-то однотонный яркий цвет. Более-менее, чтобы было незаметно. А тут она мне прям френч сделала классный. Так что я нашла себе салон. И цена была, кстати, точно такая же, как у остальных этих левых салонов. 45 долларов, и я 10 баксов на чай дала. Так что 55 баксов. Это стандартная цена в Америке. Это дорого, но это стандартная цена. Но зато там и кофе было, и сок, и классный интерьер. И мне всё красиво, хорошо сделали. Так что посмотрим, как он будет держаться. Надеемся, что будет супер. Так я разболталась. Пойду на балкончик. И потом, я думаю, с моим лицом сделаю пару масочек. Пару масочек, и буду готовиться идти спать. Так как я женщина пенсионерная, нужно мне спать рано. Ложиться. Что, мы на балкончике посидели, YouTube посмотрели. Время... Время 7.30. Я ещё спать не собираюсь, но решила уже умыться, сделать мой ночной рутин. И показать вам, как я на выходных, что иногда делаю. Себя знаете, чтобы... Тебя чувствовать такой refreshed in the morning. Поэтому сделаем с вами вместе. Изначально мне нужно снять мои линзы. Это... Это не для слабоверных. Одна... Одна выпала. Одна пошла, вторая пошла. У меня линзы единоразовые, так что... Слава богу, потому что иначе я бы не смогла это всё делать. Наш ободочек. Я теперь линзы сняла, мне вообще ничего не видно. Обычно я переворачиваю экран на камеру, и мне видно более-менее, что я делаю. А теперь пензлинз вслепую совершенно, так что надеюсь, вы меня видите. Я быстро умою своё лицо вот этой умывалкой от Kiehl's. Я не в курсе, сфокусировалась или нет, так как я ничего не вижу. И будем умывать наше лицо. Лицо мы умыли. Я раньше у меня была такая дурная привычка, знаете, особенно в мои молодые годы, когда ходила на вечеринки, приходила домой там поздно, не снимала макияж, шла спать вообще без... В полном лице я такого больше не делаю, поскольку мне вообще противно. Если я иногда, очень редко, раз в год там засну с макияжем, я просыпаюсь, я прям себя не люблю в этот момент абсолютно. Так что не забывайте мыть своё лицо. Далее я пройдусь с тоником. Это тоник от Fenty Beauty. Называется Fat Water. Иногда я тоник кладу на ватный диск, а иногда я просто вот так делаю на руки. И руками провожусь. Вообще, мне кажется, это не особо важно, если вы делаете на ватном диске, руками. Это абсолютно ваше дело. На шею. Всегда я все свои крема, все свои дела провожу на шею. Это очень важно. И обычно я бы делала свои крема и такие дела, но поскольку я сейчас спать не собираюсь, сегодня я сделала масочку. У меня есть какие-то маски тут. Что у нас по маскам? Я никакие дорогие маски не покупаю. Я хожу в какие-то дешёвые магазины, если вижу маски, я беру. И я всегда беру увлажняющие, такие sheet mask. Я никогда не делаю, знаете, для пор или ещё что-то. У меня кожа сухая и очень чувствительная, поэтому мне нужны такие лёгенькие увлажняющие маски. У меня есть выбор между тремя. Такая вот увлажняющая. Вот такая. И вот такая. Я думаю, сегодня сделаем вот эту маску с коллагеном. Маску с коллагеном. Будем завтра красивыми, свежими, счастливыми. Видите, у нас такой с вами получился день self-care. Когда, вы знаете, до сих пор настроение такое так себе, ещё с прошлой недели. И очень важно делать всякие вещи для себя, для себя любимой, чтобы поднимать себе внутреннее самочувствие. Внутреннее, внешнее и заботиться о себе, любимой. Вот красотка какая. Видите? Я вообще люблю из упаковки, туда есть какие-то остатки. Я это всё выливаю и куда могу, туда кладу. Мы уплатили за все эти маски, так что нужно из них как побольше вытаскивать. Мне сверху нужны очёчки. Нужны очёчки. Всё. Мой self-care сегодня закончен. Я вам покажу, кстати, кому интересно. Думаю, сегодня я закончу после маски, сделаю вот этот крем от Kiehl's, от глаза. И вот этот крем увлажняющий от First Aid Beauty. Вот. Так что, я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Я такая, такая, с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь внизу на мой канал. Ставьте лайк, обязательно ставьте лайк, комментарий. И я вас увижу в следующий раз в более моём привычном виде. Так что, пока-пока.